Возвращение Ахдама без единого выстрела это грандиозный успех, достигнутый благодаря военной дипломатической стратегии Верховного Главнокомандующего Ильхама Лива. 20 ноября, в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении, армянские войска были выведены с территории Ахдама. В день второй годовщины освобождения Ахдама от оккупации, выходцы из этого города вспоминают обращение Верховного Главнокомандующего Ильхама Лива, во время которого глава государства объявил об освобождении Ахдама. Их почти 30-летней тоске по родной земле пришел конец. Вот только Ахдам, в котором жили азербайджанцы, сильно отличается от того Ахдама, в котором армяне не оставили и камня на камне. Теперь ее называют Хиросимой Кавказа или просто городом-призраком. За годы оккупации армянские вандалы разграбили, разрушили и сожгли жилые дома, общественные здания, школы, больницы, а также находившиеся здесь когда-то производственные предприятия и фабрики. Как и во всех освобожденных от оккупации территориях, кладбище, исторические культурные памятники Ахдама также подверглись армянскому вандализму. Несмотря на то, что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую выход оккупационных сил из Ахдамского района, она была реализована лишь после 44-дневной войны в результате решительной и принципиальной позиции президента Азербайджана Ильхама Лива. Хотя Ахдам был возвращен без боя и потерь, военнослужащие азербайджанской армии вспоминают о маневре, который был применен в этом направлении. Основной целью обманного маневра было собрать все силы армянских вооруженных сил в Ахдаме, Ахдере и Физулии, и тем самым создать условия для освобождения других наших оккупированных территорий. Армянские военнослужащие укрепили свои позиции на передовой, собрали, можно сказать, всю свою технику и артиллерию. Тем самым мы отвлекли их внимание и успешно провели операцию. Во время 44-дневной войны нашими войсками были предприняты определенные шаги для того, чтобы мы могли пройти вперед в других направлениях. Мы применили обманный маневр, и тем самым нам удалось отвлечь противника и направить все его силы против них самих. В целом, Вторая Карабахская война положила конец 30-летней тоске наших соотечественников по родине. Мы вернулись на свои исконные земли. Для меня, как и для всех моих товарищей, большая честь нести службу на территории Ахдамского района. Вооруженные силы Азербайджана с высоким профессионализмом и решительностью на протяжении всей войны выполняли свои обязанности для восстановления территориальной целостности Азербайджана, а также предотвращения любых провокаций со стороны армянских военных. На этой самой высоте была установлена одна из систем воздушной обороны армянских вооруженных сил. Она здесь находилась около 30 лет. Во время 44-дневной войны она была успешно нейтрализована вооруженными силами Азербайджана. Военнослужащие азербайджанской армии и сегодня с честью несут боевую службу на освобожденном от оккупаций Ахдамском районе. Каждый азербайджанский солдат всеми силами и решительностью служит для защиты территориальной целостности своей страны. Руководство Азербайджана уделяет особое внимание военнослужащим. Готовятся профессиональные кадры, закупается современное оружие, способное с высокой точностью поражать цель. Повышается уровень боеготовности, благодаря чему армия становится сильнее с каждым днем. Как вы знаете, Ахдам был возвращен без единого выстрела в результате дипломатической стратегии Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. И сегодня у нас есть возможность ознакомить вас с боевой готовностью и способностью вооруженных сил Азербайджана, которые с честью и гордостью стоят на страже страны. Мы 24 часа в сутки находимся в боевой готовности. Для нас это честь стоять на страже своей родины, своих земель. И если понадобится, мы в любой момент готовы отразить любые провокации. Подразделения вооруженных сил Армении оккупировали часть Ахдамского района 23 июля 1993 года. Часть жителей этого района в статусе вынужденных переселенцев проживает в различных городах и селах Азербайджана и с нетерпением ждет скорейшего возвращения в свои дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова